Задавали вы себя когда-нибудь вопрос, вы решительный человек или нет? Нет. Сегодня в программе «Секрет успеха» мы поговорим о человеке, который, я считаю, был очень решительным в своей жизни. Конечно, его были моменты, которые были, он сомневался, двоедушие было, неуверенность, но этот человек был решительным. И не только он, но и его родители. Это качество, сегодня мы очень сильно нуждаемся. И в этой программе «Секрет успеха» мы поговорим об этом человеке. Человека это называли Моисей. У 40 лет он принял решение оставить Египет, трон, все то, что его предлагал Египет, и пойти в пустыню, за собой повести миллионную толпу молодых, старых детей и провести их обитованную землю. На этой неделе мы изучали это именно качество решительность и неуверенность. Неуверенность. Для нас это знакомое слово. Я не хотел бы сегодня уделять этому внимания, потому что каждый день нашей жизни мы в чем-то неуверены. Вот что такое решительность, в отличие от неуверенности. Это правильный выбор, основанный на точных фактах, мудрых советах и четко определенных целях. То есть решительный человек, он не принимает решения просто так. У него есть правильный выбор. И это очень трудно сегодня, особенно в этом мире. На основанных точных фактах, сегодня много есть теорий, чтобы это принятое решение было на точных фактах. Мудрых советов. Сегодня мы нуждаемся в этих хороших советах, которые нам дают люди, и четко определенных целях. И каждый человек должен иметь цель в своей жизни, так же на каждой дневной жизни, так же на каждый дневный день. И вот человек Моисей, евреям 11 глава, чудесная глава, и там описывается о героях веры, и туда попал Моисей. Несколько стихов мы прочитаем, 2-4 стиха. Верой Моисей, придя в возраст, он принял решение, когда он был в возрасте 40 лет, отказался называться сыном дочери фараоновой. Это значило очень много. Это значило, что следующий он фараон. Следующий. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховое наслаждение. Страдать с народом Божьим. Да, в Египте. Он поменял на такое. Удивительный, решительный человек. И почему он это сделал? И поношение Христова почел больше для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою остал он Египет, не убеясь гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. В этом тексте мы видим, что этот человек был решительный, потому что он имел сильную веру. Мы сегодня поговорим о решительных, которые должны принимать родители, и потом для своих детей, как родители в свое время приняли правильное решение для Моисея. И потом, как мы взрослые уже, мы в каком-то мире Моисея должны принять решение, что мы можем делать в этом мире. Сегодня очень страшное время мы живем. И мы не дармо сегодня дождались ночи, чтобы записать это видео. Нам приходится принимать решение, как можно сказать, во тьме. Везде тьма. И принять это правильное решение бывает очень трудно. Ступать первый шаг и не зная, во что ты ступишь. И поэтому мы используем неуверенность. Мы не уверены, мы прислушаемся людей, мы нерешаемо ступать вперед и делать. В Америке, в стране, в которой я сейчас живу, в прошлый год изменился закон о браках. Много знают об этом, независимо, какой вы в стране живете, вы знаете об этом. И говорите, как это ужасно. Но для нас, в которой мы живем в этой стране, еще больше ужасно. Почему? Потому что, в какой-то мере, эта страна, как и другие страны, а меньше, больше, становится более, более, более похожа на Египет. И нам, как родителям, более, более, более надо быть похожим на родителя Моисея. И для себя нам надо более быть похожим на Моисея. Что я хочу сказать этим? Когда у нас ребенок сейчас пойдет в школу, в 6 лет, в 7 лет, то один из вопросов, который его спросят, такие, учительницы и одноклассники. Когда ты вырастешь, ты будешь жениться на мальчика или на девушке? Вот такой вопрос он услышит. Вот наши дети, которые уже пошли, которые пойдут, вот такой вопрос они услышат. Конечно, не скажут на противоложный пол, но их посеется сомнение. А что? Можно по-другому? И, конечно, будет испытания много. В этом году, вот сегодня, вот в этом году, в 2016 году, еще одно принялось решение, что мальчик уже думает сам, как он чувствует, какой туалет я зайду. Там, где мальчики или там, где девушки? Наш малыш, ваш малыш, который живет в Америке, когда он, или девушка, когда она пойдет в туалет, она не знает, кого ожидать, кто зайдет в эту комнату. Мальчик или девушка? Ужасная ситуация. И нам, как родителям, нужно прислушаться к родителям Моисея. Закон гласит, всех детей мужеского пола брошайте в реку, убивайте. И они принимают решение не слушаться царского закона. И они хранят этого ребенка в себя дома и воспитывают. У меня родился сын, ему сейчас 45 дней. И мы знаем, насколько это трудно, чтобы сохранить, чтобы он никогда не плакал, чтобы не было слышно, как он плачет. Соседи часто слышат, и каждый день слышат плач нашего ребенка. Но мать, напротив, несколько месяцев сохраняла его. И она приняла решение сохранить этому ребенку жизнь. И какая счастливая мать. Много что она услышит в благодарности многих людей в вечности за то, что она сделала это. Сегодня я, как родитель, вы, как родители, должны принять решение. Хотите ли вы отдавать своих детей Египту? То есть, там, где будут задавать вопросы, которые не должны быть задавать. Действия, которые они не должны их видеть. Вот я хочу, чтобы вы приняли решение, если вы живете в Америке, в других странах. Есть другой выход. Домашней школы. Мама Моисея делала это. В домашней школе она дала такое христианское образование, что он устоял и даже в 40-х годах. Принимайте решение, чтобы своих детей забирать с этой системы и давать им образование в христианских или даже домашних школах. Если вы хотите больше об этом узнать, вы можете мне написать. Я могу дать вам телефоны матерей, которые уже делают так. Они учат своих детей. Вы можете поговорить, как, где лучше, какая программа, насколько это трудно или легко, сколько это будет стоить. Но сегодня это очень важный вопрос. Принять решение. Сохранить своих детей в доме. Второе. Наши дети, мы в том числе, привыкли или настроены так, чтобы слушать своих. Для нас наставник, это для наших учителей. Мы, как родители, должны быть не только родителем для своих детей, но учителями. И тогда они будут нас слушать. Тогда они будут нас воспринимать больше. И когда у нас домашняя школа, тогда больше мы можем быть для них как учителя. Очень важно. Я размышлял об этом последнем законе, который изменяется в Америке. Думал, что для меня это значит? Какое решение я, как родитель, должен принять для своих детей? Я принял такое решение. Не давать в систему этого ребенка. Я не могу поменять эту систему. Я не могу повлиять ее. Но я могу предохранить своего ребенка от этих жестоких крокодилов. В Египте сделали родители Моисея. И сегодня вы, как родители, примете это решение. Не пускать их в Египет. Не отдавать их. Еще раз. Если у вас есть желание, и вы не знаете как, напишите мне любым способом. Через Facebook, ВКонтакте, YouTube, сайт, Капли Сота. Где вы хотите. И я вышлю вам несколько телефонов или имелую адресу мамок, которые занимаются этим. И они вам больше расскажут. Меня зовут Лея Пентуевич. В семье по счету я третья. Почему мне нравится домашнее образование? Потому что есть для каждого ребенка индивидуальный подход. Это во-первых. Во-вторых, потому что ты можешь быть дома с семьей. А в-третьих, потому что директор – это твой отец. Меня зовут Маша. Я четвертая по счету в семье. Мне нравится домашнее образование, потому что оно мне позволяет учить то, что мне нравится, то, что мне полезно и то, что мне нужно с христианской точки зрения. Еще мне нравится домашнее образование, потому что там признается авторитет. Авторитет родителей. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, И не стоит на пути грешных, И не сидит в собрании развратителей, Но в законе Господа воля его, И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, Которое приносит плод свой во время свое, И лист которого не вянет, И во всем, что он не делает, успеет. Меня зовут Давид. Я закончил домашнее образование. И мне оно нравится, потому что оно развило мой творческий потенциал, Который Бог мне вложил. Меня зовут Сара. И в домашней школе меня все любят. Меня зовут Аня. Я родилась первой в этой семье. Мне нравится домашнее образование тем, Что формирование личности происходит в родительском доме. Домашнее образование ценно тем, Что дает нам большую возможность сеять Слово Божие в сердца детей постоянно. Сближай от нас родителей с детьми, А детей с родителями. А теперь давайте больше поговорим о стихах, Которые записаны в Евреям 11 глава 24 стих. Герой Моисей, пройдя возраст, отказался называться, Быть сыном дочери фароновой. История говорит, что у дочери фароновой не было детей. То есть этот Моисей был единственным сыном. И все для него было, Его судьба так складалась, Что он должен быть фароном. Мы знаем в фильмах, Там немножко по другому говорится, Но это фильмы. Лучше захотел страдать с народом Божиим. Давайте посмотрим, Что он принял. Страдать с народом Божиим, Это намного труднее. Вот картинка, Которую вы сейчас видите. Смог бы ли ваш ребенок Вот так страдать за Христа? Есть ли это страдания? Просто помолиться, Пред толпой И выдержать эти насмешки. Для меня это было трудно. Для меня это сейчас в моем возрасте Остается трудно. Но хотите ли вашего ребенка Пустить вот такое неподготовленное, Вот такое страдание? И намного труднее сейчас оно становится. Но Моисей решил лучше страдать с народом Божиим. Мы понимаем, насколько это тяжело. Даже помолиться. Пред людьми это тяжело. Нежели жить до садки. Нежели иметь это греховное наслаждение. Удовольствие. Царом. Кажется, Почему бы тебе, Моисей, Не стать фараоном, А потом вывести израильтянам. Или наоборот, Сделать из Египта Израиль. Но мы видим, Что это было бы неправильно. Весь израильский народ бы развратился, И не было бы ни Израиля, И не знаю, когда же спасение было. Сегодня на независимом, где мы живем, Мы не можем смешаться с этими людьми. Мы должны быть христианами. Мы должны светить, Мы должны знать четко наши границы. Моисей знал, И он знал, Что он не должен оставаться Быть дочерью фароною. И греховное наслаждение. И поношение Христа Почел больше для себя богатством, Нежели египетские сокровища, Ибо он взирал на воздаяние. Вот именно об этом я хочу Еще немножко поговорить. Моисей тогда, За сколько лет он был возле родителей, А родители ему так много внушали, Сейчас это грубое слово звучит, Но это не грубое. Это так говорит ребенку, Чтобы оно вошло в его сердце, Вошло в его разум и осталось так. Так внушали они, родители Моисея, Что придет время, Когда Господь будет давать награду Или зарплату, Мы можем перевести это слово воздаяние. И Моисей узнал об этом, Что придет время, Когда Господь будет давать зарплату, И это стоит сейчас, Это гонение за ради Христа, Оно низкое, Оно больно, Неудобно, неприятно, Но оно стоит намного больше, Позже, Чем это наслаждение египетское. Наше задание, Как родители, Вложить детям, Что ждет нас награда. К сожалению, Многие взрослые Не знают, Или знают, Но не верят до конца, Что придет день, Когда мы дадим отчет За каждое доброе слово. Не только за злое, Не только за неверное, Но и хорошее слово. Вот приблизительно, Как это будет. Несколько словах. Я хочу, Чтобы мы больше, Больше себя, Своё сердце настраивали, Чтобы, Когда мы придем в вечности, Чтобы мы получили награды, Чтобы мы не были такими людьми, Которые говорят, А мне были до порога. Если возле порога, Мне это достаточно. Как один проповедник сказал, Уже за 2000 лет, Там нету места возле порога. Если вы пытаться будете возле порога, Нету места, Вы будете далеко от порога. Поэтому давайте себя настраивать, Чтобы не быть возле порога, А возле быть царой, Царыцей Анца, Невесты Анца, И получить это венцы награды. Я раньше об этом тоже не думал. Несколько лет назад, Когда я начал готовить даже проповеди В венцах, Я увидел, Насколько Бог, Насколько Слово Божие говорит, Как часто делай, делай и получишь. Делай, А меня ожидает венец славы. И удивительно, что это такое. В нескольких словах, Я не буду читать тексты из Библии, В нескольких словах это так. Когда мы пристанем в вечности пред Господом, Господь каждому из нас, Кто заслужил, Даст венец. Венец, Который, Слово Божие называет, Нетленный венец. Он не исчезает, Он не пропадает. Венец, который на самом деле Принадлежит Иисусу Христу. Но Иисус Христов взял на себя терновенец. Но когда мы получим награду Моисея, Удивительно, сколько он получит наград, Какие большие, Венцы, То придет время, Когда мы принесем их И положим в ногах Иисуса Христа. Это наша будет благодарность За все, что он нам сделал. И эти венцы Будут всегда пред Господом, Пред троном Там лежать. Они нетленные. Они не исчезают. Они будут всю вечность Напоминать Другим людям, Нам, Что, Будучи на земле Несколько десятков лет, Я мог достиг Что-то сделать для Бога. Я мог отблагодарить, Хочешь совсем немножко Иисуса Христу, Почему я здесь, Всю вечность на небе. Поэтому, братья и сестры, Мы должны свой разум настраивать, Чтобы мы смотрели, Как Моисей. Родители Моисея Научили, Чтобы он должен смотреть На воздаяние. И он так делал. И он решился отказаться от всего И пошел. Решительный человек. Решился отказаться. Верою остался он Египет, Не боявшись гнева царского, Ибо он, Как бы видя невидимое, Был тверд. Он как бы видел невидимое. Вот именно, Что нам надо, Как родителям, Видя невидимое, И внушать этих детей наших. Сын, Дочь, Не делай это, Не прикасайся к этому. Будь хороший, Будь примерным христианином. Господь вознаградит тебя за это. Изучай Слово Божие. Когда ты подрастешь, Ты будешь читать, Будешь проповедовать, Будешь свидетелем. И Господь вознаградит тебя. Видишь, Как Моисей, Вот, Принимай решение. И Господь действительно вознаградил. Он лучше решил, Пусть наш ребенок, Даже если он ходит в школе, Внушайте ему так, Принимите решение, Вложите ему так, Чтоб он принял лучше страдать, Лучше быть униженным в этой школе, Нежели быть с другими одноклассниками, Хлопать в ладошки И слиться с этой толпой, Египетской толпой. Получать это дешевое удовольствие. И пусть подношения Христа Ему будут нам прелестные, Намного приятные, Нежели наслаждения египетские. Почему? Потому что он взирал в воздаяние. Тьма сейчас. Тьма сейчас. Но придет время, Когда вас сияет свет. Когда будет свет, И этим светом будет Иисус Христос. Трудно, трудно принять решение. Отходжу. Тьма. В этой тьме тяжело ходить. Но мы знаем, Что это завтра утром, Здесь будет свет. Завтра здесь будет рассвет. Поэтому в нашей жизни Решения, которые мы должны принимать, Они иногда трудные. Но пусть Бог даст нам мудрости Принять это правильное решение. Будем, как родители, Похожи на родителей Масея. И будем, как взрослые люди, Похожи на Масея. Масей у 40 лет. Это достаточно взрослый мужчина. Этот мужчина, который уже готовится Пожинать все то, что он посеял. И он принимает решение. Он знает, Если он отказывается от трона, Ему, что его ожидает. Но он делает еще намного больше. Он берет эту миллионную толпу людей, Выводит из Египта Пустыню. И он взял Над себя такое решение. Будем мы сегодня, Люди, похожи на Масея. Будем мы Своих детей Вытягивать из Египта. И также Окружающих обществ, Которое у нас находится. Будем вытаскивать из Египта. Дьявол Сильно Возбунтовал И Принимает все удары Против семей. Он хочет разрушить семьи. Мы видим сейчас Дьявол Также Разрушил Хочет разрушить полы. Он не хочет, Чтобы было здравое Понимание Мужчины и женщины. Он все это хочет сделать. Но мы должны противостоять. Мы не должны отдать Своих детей Этим крокодилам. Мы можем их сохранить. У нас есть Слово Божье. У нас есть все возможное, Чтобы сохранить наших детей. И чтобы они были Современным миром Моисеем. Сейчас Краткая пауза. На сайте Капли Сота Есть рассылка, На которую Вы можете подписаться. И каждую неделю Вам на почту Будут приходить Хорошие проповеди, Аудиокниги, Статьи, А также Вопросы и ответы. Мы верим, Что этот сайт Может стать для вас Хорошим источником Для духовной пищи. Сегодня мы говорили о решениях. Решения, которые одно время Принял Моисей. И мы сегодня Весьма благодарны ему. Решения, которые мы Должны принять Так же в нашей жизни. Для себя, Для своих семей, Для своих детей. Я хочу Зачитать Некоторые правила, Которые написал Доктор Клен Хэнг. И Четыре правила, Которые Нам могут Помочь Принять Решения, Которые у нас Почти каждый день. И вот, Что он говорит. Четыре правила, Чтобы принять решения. Первое. Нет. Если за это Несет другое ответственность. Не принимайте решения, Не принимайте делать, Если за это Несет Другой человек Ответственность. Позже. Если в другое время Будет лучше. Если вам надо Принять решение, Но увидите Другое время Будет лучше это сделать, Оставьте это на позже. Третье. Поручить. Если кто-то другой Может лучше сделать, Поручите этому человеку Сделать. И последнее, Четвертое. Сделайте. Если все, Что выше, Не променяется, То делайте. Вот такое правило, Вы можете найти его На капли соток, Поразмышлять. Но кратко так. Перед тем, Как я что-то буду делать, Я смотрю на обстоятельства, И думаю, Вот другой человек Несет за это ответственность. И тогда я не делаю это. Есть такие вещи в ситуации. Если я смотрю, Что в это неподходящее время, Я жду, Когда подходящее время будет. И если я смотрю, Что другой человек Может сделать это лучше, Тогда я принимаю решение, Чтобы этот другой человек сделал. Или если Ничего не подходит, Например, Воспитание своих детей, Никто за меня не может воспитывать, Другое время не подходит. И это моя ответственность, Поэтому я буду воспитывать детей. Это моя ответственность, Позаботиться, Чтобы мои дети Были Моисеемы. Это моя ответственность, Чтобы когда они вырастут, Они самостоятельно должны принять, Могли, И должны принять решение, Лучше быть народом Божиим, Нежели Получать Временные наслаждения В этом мире. И в нашей жизни Недавно Это было решение, Когда Нас пригласили Вместе Моей семьей Переехать в другой штат Миннесоту На миссию. И много мыслей было, И дома мы рассматривали этот вопрос, И кто-то из братьев Или сестер сказал мне, Ведь там в Миннесоте Много людей, Почему же ты? Если кто-то другой Может лучше сделать. И даже на этот вопрос Я бы сказал бы, Есть люди, Которые могли Много чего лучше сделать. Во-первых, Говорить На русском языке. Во-вторых, Много чего другого. Но Я посмотрел, Что есть эти люди, Но они не делают. На ютубе Существует Почти 10 лет. Но Только в последнее время Начинают загружать видео, Делиться христианским Чем-то. Но не сравнимо С кем С чем Высылают И делают Не христианское, Которые Просто забирают Нас время. Люди Почему-то сейчас Виновые. Но Мы приняли решение Идти Служить Господу Таким путем. Но также Нуждаемость В ваших Поддержках И Переводе материала С английского языка Озвучение Некоторых Текстов И так дальше. Принимайте решение Служить Господу. Я благодарен Господу, Что я мог Тоже Принять это решение. А сейчас Посмотрим Краткое видео, Которое мы Называем Твердыни Удивительное качество И Очень И очень Необходимо В нашей жизни Вот как-то Беспечность Хочет Зацарствовать Нашим сердцем Оно Находит Место В нашей Жизни В нашем сердце И как бы хотелось Чтобы мы Размышляли И чтобы Бдительность Мы были Бдительными Людьми И стих Который Я думаю Очень хорошо Подходит К этому Качеству Который Вы прямо Сейчас Послушаете Бдительность Трезвитесь Бодрствуйте Потому что Противник Ваш дьявол Ходит Как рыкающий Лев Ища Кого поглотить Первое послание Петра Пятая глава Восьмой стих Мы благодарим Что вы были С нами Что Вот такое Темное время Пусть это Напоминает Вас Что мы Как люди Пронимаем Эта решительность Как вступать В бездну Вступать В завтрашний день Не ожидая Как он тебе Обратится Делать решения Которые Кажутся Сложными И не зная Что будет С твоей семьей То есть Следовать За Иисуса Христа Не взирай На все Рассказывать Своим детям Внушать Своим детям Святые истины И пусть Родители Моисея Будут для нас Как хорошие Пример Хорошие наставники От которых Мы будем Мчиться Пусть Господь Вас обильно Благословит А сейчас Для размышления Посмотрите Видео Проверьте Своё сердце С Господом Проверьте Своё сердце Изучаю ли я Слово Божие Знаю ли я Учение Христа Как я могу Распознать Лжеучение Что мне нужно Делать Чтобы не поддаться Лжеучению Какой вред Приносит Лжеучение Послушен ли я Духу Святому И чуток ли я К его водительству Свободен ли я От чувства вины Которая может привести Меня к искаженному Пониманию Истины С готовностью Ли я Принимаю Истину